Две трети нижегородцев тяжело включаются в рабочий ритм. Как справиться с адаптацией после праздников? Светлый праздник. Православные отметили Рождество. Лучшие в спорте. В Сарове наградили чемпионов. Далее расскажем обо всем подробно. 10 из 21 столько проектов из Сарова победило по итогам голосования в рамках губернаторской программы «Вам решать». Все они воплотятся в жизнь в 2024 году. Из областного бюджета на это выделили 27 миллионов рублей. А это значит, что в городе появятся обновленные дворы, детские и спортивные площадки. То, о чем мечтали жители. В основном это объекты департамента образования, скажем так. Это детские сады, школы, что тоже, в общем, неплохо. Замена окон будет произведена, спортивные площадки будут отремонтированы. Еще какие-то школьные помещения. Два проекта у нас по ремонту дворовых территорий выиграли. По Некрасово и Семашко продолжение прошлогоднего проекта. Еще один проект, который получил поддержку второй раз подряд – благоустройство дворов на улице Юности 5.3-5.4. В этом году облагородят вторую часть площадки. Также в 2024 сделают долгожданный ремонт актового зала ДШИ номер 2 – футбольного поля на стадионе Икар. Жалко, что не победили проекты по протяжке, ремонт вечного огня. Ну, это результаты голосования жителей нашего города. Проголосовало у нас 13,5 тысяч жителей. Ну, чтобы пройти большего количества проектов, оказалось, этого недостаточно. Почти 3200 инициатив жителей за последние шесть лет реализовали в регионе в рамках проекта «Вам решать». Максимально возможное финансирование на город – 40 миллионов. Это хороший стимул к тому, чтобы в следующем году еще активнее участвовать в голосовании. Забрать максимум для благоустройства Сарова. Разнообразие магазинов и большой выбор товаров привлекает клиентов в торговые центры. Такой вывод сделали специалисты Банка России на основе анализа посещаемости за прошлый год. Своего пика в регионах Приволжья она достигла осенью. Их представители считают, что это может быть связано с почти 100% заполнением торговых площадей. Широкий ассортимент привлекает потребителей, однако оффлайн-магазинам приходится конкурировать с маркетплейсами. И трафик посетителей уже может не достигнуть уровня 2019 года. В ноябре-декабре рост потребительской активности замедлился относительно предыдущих месяцев. Объем потребления продуктов питания незначительно сократился. А вот продажи непродовольственных товаров продолжили расти. В сфере общепита в регионах Волговятки осенью не наблюдало значительного роста выручки. Хотя в целом она была выше, чем в прошлогодний период. Владельцы кафе и рестораторы отмечали, что спрос на их услуги сохранялся. Подробный доклад Банка России «Региональная экономика» комментарии ГУ содержит обзор текущей экономической ситуации в регионах России. Важным источником информации стал мониторинг около 15 тысяч нефинансовых предприятий, проводимых главными управлениями Центробанка. Познакомиться с подробным разбором можно на официальном сайте. В декабре по инициативе митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия во всех благочиньях области, в том числе и в Саровском, стартовал благотворительный проект Нижегородской епархии «Десница помощи». Его цель – ежемесячная продуктовая помощь пенсионерам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации или у которых очень маленькая пенсия. К празднику Рождества Христова митрополит запустил еще одно доброе дело. На святочной неделе нуждающиеся получают материальную помощь, бытовую технику и другие необходимые вещи в рамках акции «Рождественские дни милосердия». Инициатором выступил сам митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Этот проект очень хороший, он на самом деле и своевременный тоже. В 2023 году этот проект коснулся своими подарками Нижний Новгород, город Нижний Новгород был облагодетельствован вот такими подарками, как бытовая техника, необходимые в использовании каждой семьи. И сейчас он пришел уже на периферию и в частности к нам в Саров. В рамках акции «Рождественские дни милосердия» вдовы священников, малообеспеченные и многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды получают холодильники, стиральные и швейные машины, микроволновые печи и другую бытовую технику. Кроме нее – кухонную утварь, посуду. В Сарове благополучателям подопечным центром милосердия привезли стиральные машины, холодильники, плиты. Подарок выбирали на основе пожеланий людей. В первый раз этот проект стартует у нас, во дни Рождества. И как раз очень важно, когда все люди подошли к праздникам новолетия и Рождества, когда все детишки получают подарки. И семьи, которые действительно ждут помощи от людей, от Бога, от церкви, получают такую незаменимую помощь, как помощь в подарках, действительно потребных. Также подарки для нуждающихся от митрополита Георгия планируют подготовить к празднику Пасхи. Креативный еловый лес вырос в зале Дома молодежи во время новогодних каникул. Творческие жители и коллективы Сарова нарядили 46 зимних красавиц в дизайнерские украшения. Игрушки из фетра, картона, стройматериалов, открыток, пуговиц и книг. Оригинальный новогодний фестиваль в городе проходит впервые. Идея организации пришла в голову дизайнеру Елене Бабиновой. Вдохновлялась я идеей у взрослых. В Москве у Фума стоят такие елки, каждый год 25 штук. А в этом году на ВДНХ выросло 88 елок по числу наших регионов. Каждый регион представил свою елочку. Я это увидела, пришла в Департамент культуры, почему хуже, давайте тоже такое сделаем. Объявили конкурсы, вот люди с ловостью откликнулись. Фантазия саровчан поражает воображение. Каждая фестивальная елка по-своему уникальна. Со своим настроением и смыслом. Поисково-спасательный отряд «Рысь» украсил свою ель фонарями, рациями, картами и шариками с фамилиями людей, найденных живыми. Участники из Саровской православной гимназии смастерили игрушки в образах волхвов, девы Марии и ангелов. Венчает елку Вифлеемская звезда. Елки, которые представлены здесь, просто великолепны. Они все разные. Есть елки-арт-объекты, которые соорудили из каких-то предметов. А есть елки, которые украшены дизайнерскими игрушками. Наши живые елки. На вернисаже гости фестиваля смогли увидеть даже елки в виде манекена или артистки Саровского драматического театра. В проекте участвовали предприниматели, банки, художники, два детских сада и одна школа. Все новогодние праздники посетители наслаждались насыщенной развлекательной программой, настольными, активными и интеллектуальными играми, мастер-классами и ярмаркой. Мне очень понравились эти елочки. Они очень красивые, интересные, необычные. Нам проводили экскурсию, были интересные вопросы. Я отвечала и получала сладкие призы. На Рождество Христово мороз не сбавлял своих оборотов. Градусник уже который день показывал ниже 20 градусов. Но холодная погода не испугала тех, кто решил поклониться Богомладенцу Христу и пришел на праздник к Храму Всех Святых. Традиционное для городашествие Христославов собрало детей и родителей, прихожан Саровского благочиния. На шествие пришли и дети с инвалидностью, подопечные Центра Милосердия. Многие участники сделали самодельные рождественские звезды, символ Вифлеемской звезды. В Храме Всех Святых все спели тропарь и кондак Рождеству Христову, а после колонны прошли через Саровский монастырь и спустились к Храму Иоанна Претечи. На северном склоне холма Творческое объединение «Мир» разыграло уличное вертепное представление с ростовыми куклами. Артисты рассказали зрителям историю рождения Христа, о злобном царе Ироди и избиении вифлеемских младенцев. Но в конце представления добро победило зло. Затем Христославы вновь вернулись на проспект Мира и собрались погреться в культурно-просветительском центре Саровского благочиния. Там состоялось чайпитие со сладкими угощениями. Сегодня мы организовали вот такое вот прекрасное чайпитие. Организовывали это волонтеры нашего города Сарова. Каждому человеку, кто пришел на наше чайпитие, досталось по маленькому презентику, то есть по маленькому подарочку. Мы были очень рады всех видеть здесь и очень вообще рады, что наше чайпитие вот так вот хорошо прошло. Состоялось. Да. Мы очень благодарны организаторам, которые всех нас могли тут согреть, организовать нам прекрасный праздник. То, что мы все очень рады и отмечаем Рождество с радостью. Участники шествия получили на память миниатюрные елочные игрушки. Шествие Христославов проводится в Сарове в праздник Рождества с 2009 года. И каждый раз в мероприятии привносят что-то новое. К шествию могут присоединяться все желающие. Этот праздник нам запомнился очень замечательным. Особенно этот спектакль. Он был прекрасен и как раз рождение нашего Христа. Это просто великолепно. Дорогие родители, дети, бабушки и дедушки, всех вас счастливым Рождеством. Рождество Христово – это праздник, когда Мария родила Иисуса Христа. Он был нашим спасителем. Верхиемская звезда провела волхвов, чтобы они дали дары младенцу. Так как не было в гостиницах места, они ночевали в пещере. И там родился Иисус Христос. Праздник просто очень хороший. Но большой минус сегодня очень холодно. Рождество – это чудесный праздник, которому нужно радоваться, пока он еще не ушел. Радостью светлого Христова Рождества поделились волонтеры Центра «Радость моя» с подопечными – детьми с ОВЗ и инвалидностью. Четыре поздравительных бригады поздравили на дому порядка 25-30 семей. Волонтеры навестили и подопечных из Дивеева. Новогодние праздники – одни из самых любимых выходных в нашей стране. Это повод не только провести вечер дома, в уюте с семьей, но и посетить традиционные городские мероприятия. Ежегодно в детской школе искусств номер два проходят святочные посиделки, посвященные празднованию Рождества. Дети знакомятся с историей и значением православных традиций, слушают легенды и участвуют в их постановке. Готовимся мы не за неделю, не за две недели. Мы готовимся с начала учебного года. Постепенно подходим к этому празднику, очень серьезно подходим, потому что традиция, сохранение. Там очень много таких тонкостей, которые мы должны донести до современного человека, чтобы он понимал значение этого праздника. Святочная неделя – длинный новогодний праздник. На Руси в это время гадали, проводили обряды, играли. Учащиеся и преподаватели отделения музыкальный фольклор «Дэши номер два», следуя исконно русским традициям, исполняли калятки. «Радуйся, радуйся, земля, Сын Божий мне родился, Охарой во святых, то Мария Тима, радуйся, радуйся, земля». В концертном зале царила особая атмосфера. На сцене главным элементом декорации была елка – символ Рождества. Ребята выступали в народных костюмах, в платках и сумкой для сладостей. Дополнением к образу стала рождественская звезда, возвышающаяся на посохе. «Калятки были о том, чтобы поздравить людей с Рождеством, чтобы пожелать им здоровья, счастья, чтобы все у них было хорошо». Зрители вовсе не скучали на концерте. Ребята вместе с родителями активно участвовали в программе святочных посиделок, танцевали и подпевали. Ведущая праздника Ирина Оськина для взрослых проводила гадания, а для ребят помладше – игры и загадки. Завершением праздника стали мастерские Деда Мороза. «Все начинается с любви». Знаменитые строки Роберта Рождественского идеально описывают жизнь человека. Без этого чувства невозможно его существование, считают библиотекари Пушкинки. В Сочельник в зале учреждения прошла встреча «Чудо случается с теми, кто верит». Ведущие обсудили с гостями смысл православного праздника Рождества Христова. Рассказали о его символах и светлых чувствах. Мы считаем, что в череде новогодних праздников этот праздник особенный. И учитывая, что мы живем в совершенно необыкновенном городе, который связан неразрывно с именем Серафима Саровского, мы считаем, что детей обязательно нужно знакомить с историей и со смыслом этого праздника. Но очень важно, чтобы наше подрастающее поколение понимало, что любовь – это не просто чувство, которое мы испытываем, оно обязательно влечет за собой какие-то очень важные поступки. В подтверждение своих слов библиотекари рассказали участникам встречи историю по книге Юлии Насветовой «Кукла рождественской девочки». В ней маленькая Женя, желая помочь больной маме, продает самую дорогую для сердца вещь – любимую куклу. Добрая история, которая показывает нам как раз, что чудеса способны совершать даже маленькие дети. Можно не совершать каких-то больших добрых дел, но можно начать с маленьких добрых дел. И научиться этому очень важно, и можно начать как раз именно в рождественские праздники. Ребята также посмотрели современный ролик про милосердие и искренность. После встречи все участники получили сладости. Смогли сделать рождественскую поделку в виде ангела на мастер-классе. Подошли к концу длинные новогодние праздники, и нужно вновь возвращаться в ритм рабочих будней. Переключиться с отдыха на продуктивную деятельность бывает непросто. По данным исследований «Суперджоп», 64% нижегородцев тяжело включаются в работу после новогодних праздников. При этом четверть респондентов никак не пытается снизить постканикулярный стресс, а 10% с первого дня с головы погружаются в работу. Для облегчения первых рабочих дней января каждый 20-й нижегородец использует практики самовнушения и медитации. Вовсе не испытывает стресса в январе только один из трех работающих респондентов. А 6% опрошенных стараются высыпаться и больше заниматься спортом. Смотря как праздники отместить, я так думаю... Ну а вот вам сложно было? Нет, потому что я нормальный, без всяких излишков, как говорится. Главное как-то активно провести, и потом уже будет намного легче. Чем если просто дома валяться, то тогда намного тяжелее. А так, если активничать, куда-то ходить, с друзьями видеться, то намного проще, если есть мотивация какая-то. Ну и люди рядом. Да, сложно, сложно. А в чем сложности основные? Ну, переключиться с отдыха на более серьезную работу. Особенно, если она требует концентрации, но тут, конечно. Нет, очень даже хорошо и приятно. Поскольку я не являюсь, так сказать, алкоголиком, скажем так, то мне без разницы. Единственное, что у меня в празднике ночной ритм вырабатывается. А потом, соответственно, утром не очень здорово. Но это за неделю проходит без последствий. После выхода на работу люди часто чувствуют упадок сил и настроение. Чаще всего трудности испытывают те, кто проводил новогодние каникулы лениво. Спал, лежал на диване, много ел и практически никуда не выходил из дома. В таком случае, в первую очередь, нужно наладить режим сна. Ложиться и вставать примерно в одно и то же время. А также скорректировать рацион. Психологи рекомендуют входить в работу плавно, заранее подготовившись к текущим делам. Зная свой график, потихонечку включаться. Не нужно резких таких перепадов. Зная, что там предстоят какие-то определенные дела, задачи, продумать, ну, включаться, ну, хотя бы вот денька за два примерно до выхода. Чтобы это не было резким таким перепадом. Плавность, постепенность, вот она как-то тут очень уместна будет. Стоит добавить в свою жизнь физическую нагрузку. Например, ходить на работу пешком, делать зарядку, активно проводить свободное время на свежем воздухе. В среднем возвращение к привычному ритму занимает от двух-трех дней до двух недель. Детям еще сложнее, чем взрослым, выйти из размеренных выходных дней. В это время для них очень важен режим дня. Полноценный сон, рацион, активность. Также детям стоит сократить время для использования гаджетов. Совет на будущее. Отдыхайте правильно. Разбейте длинные каникулы на несколько этапов, постепенно приводя себя в норму. К концу праздников питайтесь умеренно. Больше гуляйте и пораньше вставайте. Александр Сергеевич Пушкин – гений русской и мировой литературы. Его перу принадлежит множество произведений, которые с удовольствием читают и взрослые, и дети. В 2024 году мы будем праздновать 225 лет со дня рождения великого поэта. Эта дата особенно важна для городской детской библиотеки имени Пушкина. Поэтому в течение всего года для саровчан будут проводиться различные мероприятия. С конца декабря до середины марта мы предлагаем создать свои творческие работы по четырем номинациям. Представить на этот конкурс номинации «Пушкинский косплей», «Пушкинский скетч», «Пушкин вслух» и свободные номинации, где наши читатели и граждане могут сами придумать себе форму своей творческой работы. Положение о конкурсе можно найти на сайте или в стенах библиотеки. Еще зимой, в феврале, будет вечер памяти поэта. Саровчан приглашают не только послушать произведения Пушкина, но и принять участие в беседах, посвященных его жизни, прочитать собственные стихотворения. Также в рамках празднования 225-летия со дня рождения писателя в библиотеке планируются литературно-творческие концерты совместно с воспитанниками детской школы искусств. В рамках празднования юбилея Пушкина, то есть в июньские дни, будет проходить в стенах библиотеки большая игровая программа, поисковая программа. Поговорим на очень серьезную тему и, наверное, откроем интересные факты биографии Пушкина. Сотрудники библиотеки создадут целую серию материалов, посвященных поэту. Школьники смогут использовать электронные пособия для подготовки докладов или для самостоятельного изучения биографии и творчества писателя. Еще одна интересная тема мероприятий – кто виноват? Пушкин. Ребята узнают, а какие события и факты используются в нашей современной жизни именно благодаря поэту. Анонсы всех выставок и мероприятий будут в сообществе Пушкин-Косаров в социальной сети ВКонтакте. Библиотека приглашает всех горожан принять участие в настоящем литературном празднике без возрастных ограничений. Неосторожность при курении – такой была основная причина пожаров в прошлом году. На втором месте – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Также возгорания происходили из-за неправильного устройства и неисправности печей и неосторожного обращения с огнем. В ушедшем 2023 году огнебурцы выезжали на 43 пожара. Один человек пострадал, погибших не было. Основная доля пожаров пришлась на много квартирные жилые дома и контейнеры для сбора мусора, находящиеся на открытых площадках. Множество пожаров произошло в садовых домах, банях, а также дачах. Причинами данных пожаров послужили неправильные устройства и эксплуатации электрооборудования, также неправильное устройство и неисправность печей. Был один пострадавший по результатам пожаров, произошедших в 2023 году. Вред здоровью был средний, человек поступал с ожогами. Период новогодних праздников также не обошелся без пожаров. В каникулы огнебурцы выезжали на два возгорания – в многоквартирном и садовом домах. Специалисты напоминают горожанам о правилах безопасности при обращении с огнем и электроприборами. Не оставляйте технику без присмотра, не используйте пертехнические средства и курительные приборы в закрытом помещении. Запрещается использовать электрические провода, кабели с видимыми нарушениями изоляции, также с термическими повреждениями. Кроме того, необходимо использовать газовое оборудование в рамках технической документации, не оставлять электронагревательные приборы и газовое оборудование без присмотра. При использовании открытого огня держите подальше легко воспламеняющиеся предметы. Лучше всего на расстоянии не менее полутора метров. Также профилактические беседы важно проводить с юными саровчанами. Родители призывают напомнить своим детям о том, что игры с огнем опасны. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В предновогодние дни 20-летний саровчанин посетил почтовое отделение. Увидел ключ от сейфа, украл его и открыл ящик. Злоумышленник обнаружил в нем 37 тысяч рублей, которые забрал себе. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Поживиться чужими деньгами решил и сотрудник одного из предприятий города. Саровчанин с 75-го года рождения, являясь водителем автобуса одного из предприятий города, имея умысел хищения денежных средств, предоставил авансовый отчет, в котором содержались несоответствующие действительности сведения о затраченных им денежных средствах на проживание во время служебной командировки. В результате чего на основании предоставленных документов Саровчанин получил, таким образом похитил денежные средства в сумме 22 тысячи рублей. Полицейские возбудили на хитреца уголовное дело по статье «Мошенничество». На удочку телефонных аферистов попалась жительница города, которой в преддверии праздников позвонил злоумышленник. Он рассказал женщине, что можно заработать проценты с перевода по указанным реквизитам. Жертва несколькими транзакциями отправила более 800 тысяч рублей, после чего мошенник перестал выходить на связь. Еще одного саровчанина накажут за оскорбление сотрудника охраны. 38-летний саровчанин, находясь в вестибюле одного из торговых центров города Саров, из хулиганских побуждений высказался оскорбительной бранью на сотрудника охранного предприятия, который в данный момент исполнял обязанности по охране общественного порядка, а после чего нанес ему удар по лицу. Тем самым грубо нарушил общественный порядок, выразившийся в явном неуважении к обществу. На дебошира возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Предпраздничная суета обернулась трагедией. 27 декабря на Варламовской дороге водитель автомобиля Сангьон Кайрон хотел совершить обгон, превысил скорость и выехал на встречную полосу. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины, женщина 85-го года рождения, получила телесные повреждения. После осмотра врачом была госпитализирована в приемное отделение КБ-50. И также ребенок, девочка 2023 года получила телесные повреждения, также госпитализирована в КБ-50. Водитель 74-го года рождения от полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия скончался. В сети Саровчан шокировало видео со сбитым ребенком на перекрестке улиц Зернова-Московской. На высокой скорости мужчина на ладе X-Ray проехал на красный и сбил мальчика, который перебегал дорогу в сторону дома молодежи. К счастью, обошлось без серьезных травм. После осмотра врачом юношу отпустили домой. Уже в наступившем году случилось еще две аварии с пострадавшими. Одно дорожно-транспортное происшествие произошло 2-го числа у дома 68 по улице Зернова, где водитель 98-го года рождения, управлявший автомашиной «Шкода», ощутил наезд на пешехода, переходивший в проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего данный пешеход был доставлен в КБ-50, после осмотра врачом был отпущен домой. В Рождество они поделили дорогу на улице Зернова водитель ХВЛ и мужчина на «Опеле». Первый выехал на встречную полосу. Автомобили столкнулись. Оба водителя получили травмы. Виновника аварии госпитализировали, второго автомобилиста отпустили домой. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Северная ходьба – относительно новый вид спорта. Ее включили во Всероссийский реестр как дисциплину, которая относится к спортивному туризму. Этот вид спорта в нашем городе представляет Светлана Кузьменко. Инструктор-методист с шоратом участвует в различных соревнованиях. По итогам спортивного сезона 2023 Светлана Кузьменко стала абсолютным обладателем Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Женщина стала победительницей городского конкурса «Лучший спортсмен» в номинации «Спортсмен года в неолимпийских видах спорта». Хочется выразить благодарность за то, что руководство нашего города обращает внимание на молодые развивающиеся виды спорта. И очень приятно сегодня получить такую награду, что мои заслуги оценили на таком высоком уровне. И я надеюсь, что дальше в мой вид спорта придет все большее количество спортсменов, и мы будем покорять новые спортивные высоты. Торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров победителей городского конкурса «Лучший спортсмен» прошла в молодежном центре. Лучших из лучших выбрали в 17 номинациях. На сцене наградили команды года, спортивные организации, клубы и федерации, волонтеров и инструкторов. В номинации «Молодое дарование» лидировал пловец спортивной школы ИКАР Павел Бородин. Было довольно много соревнований, как уровни городские, областные, так же и несколько всероссийских соревнований. На областных и городских я занимал места. Первые, вторые. Разнообразие было на соревнованиях «Юность России», которые проходили в декабре. Я вошел в тридцатку лучше. В принципе, надо иметь характер, хотеть этого, и тогда все у тебя получится. В ушедшем 2023 году саровские спортсмены достойно представляли город на областных, всероссийских и международных соревнованиях и завоевали большое количество медалей. В том числе и благодаря высоким спортивным достижениям саров вошел в тройку городов-лидеров региона. Значимая часть этого события заключается в вас, потому что те результаты, которые вам удалось достичь, те результаты, на которые вы сподвигли своих учеников, говорят о том, что не то, что мы на текущий момент самые лучшие. У нас такой задел, что надо равняться, я думаю, уже на мировые столицы спорта. Завершился год педагога и наставника, поэтому на торжественной церемонии чествовали тренеров, которые воспитали целый ряд юных чемпионов. Почетное звание «Тренер года» завоевал тренер по плаванию АФК, спортивной школы «Икар» Эдуард Вешкин. Мы участвовали в областных соревнованиях, это первенство области, чемпионат области, чемпионат Тривовского федерального округа и всероссийские соревнования по плаванию среди инвалидов. Мы выступили достаточно успешно, все ребятки в призах. Секрет успеха прост. Работать, работать, еще раз работать. На сцене наградили Тамару Давыдову и Ирину Тимонину, которые получили знак «Мастер спорта Российской Федерации». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин